МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер проекта – Сбербанк. Соорганизатор проекта – Общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Партнер проекта – Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромской области. Партнер проекта – Институт дополнительного образования. Информационный партнер – СМИ-44. Помочь обойти подводные камни и увеличить прибыль. В рамках конкурса стартапов «Точка роста-2017» начались деловые завтраки. С жюри встретилась первая тройка участников. Оценивали проекты представители власти, общественных и коммерческих структур, руководители крупных предприятий и фирм в составе экспертной комиссии. Вадим Лушин – управляющий Костромским отделением Сбербанка. Дмитрий Абакумов – председатель регионального отделения «Деловой России». Александр Свистунов – директор Департамента экономического развития Костромской области. Олег Ревельцев – заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской области. Мария Сафронова – генеральный директор студии дизайна «Нео Хаус». Анастасия Фишер – директор портала СМИ-44. Алена Николаева – руководитель юридической компании в рамках закона. Светлана Князева – генеральный директор областной телерадиокомпании «Русь». И председатель комиссии – Светлана Галкина – директор организации «Райс-С». Деловой завтрак – это возможность познакомиться с каждым участником конкурса лично. И во время неформального диалога выяснить все подробности стартапа. От схемы налогообложения до планов по развитию проекта. Мне очень нравится этот конкурс тем, что каждый раз мы получаем подтверждение, что российский бизнес есть. Что этот российский бизнес маленький, пытается стать большим. К сожалению, действительно, у малого среднего бизнеса, который участвует в конкурсах, то есть, наверное, который в Костромской области ведет свою деятельность, то есть очень много вопросов, которые они сразу не видят. Первый участник – делового завтрака «Школа танцев своей люди». Идея обучать детей и подростков брейк-данцу и хип-хопу родилась у Ильи Херувимова и Алексея Щечкина в 2015 году. Желающие нашлись буквально сразу же. Подобных студий в городе и регионе нет. Вот так шаг за шагом, движение за движением, рождаются будущие звезды брейк-данса, хаоса и хип-хопа. Под чутким контролем профессиональных наставников танцорами становятся пятилетние малыши и взрослые люди. «Школа танцев. Свои люди» – первый участник конкурса стартапов «Точка роста 2017». В Костроме «Свои люди» можно сказать почти монополисты. Аналогов такой школы танцев не было и нет. Сейчас это две студии с тремя танцевальными залами. С учениками занимаются шесть профессиональных преподавателей. За их плечами профессиональным образованием практически все имеют опыт работы в известных танцевальных коллективах. «Школа танцев» оказалась весьма удачным проектом. Кроме удовольствия от работы, стартап приносит учредителям Илье Херувимову и Алексею Щечкину стабильный доход. Средств хватает в том числе и на реализацию новых проектов. Творческая составляющая стартапа вызвала у комиссии единогласное одобрение. Слаженная и продуманная система обучения, подход к безопасности воспитанников школы и уровень мастерства педагогов получили наивысшую оценку. Мне кажется, с точки зрения бизнеса, этот проект имеет действительно перспективы. И очень приятно, что этот проект имеет социальную направленность, то есть и развитие занятия спортом подрастающим поколением. А вот по состоянию счетов у жюри вопросы возникли. В настоящий момент начинающие бизнесмены вынуждены платить весомые налоги. Члены комиссии предложили сменить систему налогообложения, чтобы при растущем финансовом обороте не оказаться в минусе. Все советы руководства школы танцев приняло к сведению. Мы люди творческие, но мы люди творческие и в бизнесе недавно. То есть нам сказали, что нужно проработать юридическую часть и наработать более бизнес-хватку. То есть больше разбираться в цифрах и мысли действительно цифрами умножать сразу, чтобы у тебя в голове был результат, целесообразность того или иного решения. Необычный для Костромы проект представила и вторая участница «Точки роста» Виктория Усольцева. Она организовала клуб интеллектуальных игр «Квиз». Ему нет и года, но он уже покорил несколько сотен любителей поломать голову над задачками и вопросами. На гугл надейся, а сам не плашай – девиз всех участников клуба интеллектуальных игр «Квиз». Это новый вид отдыха быстро завоевал популярность среди костромичей. Одновременно участники совмещают сразу несколько приятных дел, посещают светское мероприятие, собираются в компании друзей и принимают участие в увлекательном шоу. Такой формат существует в нашей стране в нескольких регионах, но костромичам эта игра долго была неизвестна. Ситуацию решила изменить Виктория Усольцева. И открыла свое дело – организовала «Квиз-клуб» в нашем городе. Всего за год он приобрел собственную уникальную форму. Внимание в играх уделяется не только интеллектуальной составляющей вопросов, но и элементам шоу. Зрителям нравятся музыкальные паузы, выступления команд, еженедельно разрабатываются специальные творческие конкурсы. В Костроме у «Квиза» уже есть своя аудитория, и это подтверждают полные залы игроков. В планах – организация клуба «Квиз» и проведение игр в других городах – Ярославле, Иваново и Москве. Смелость организатора клуба покорила жюри. Сама по себе идея такого досуга актуальна, но ее довольно сложно воплотить в жизнь. Необходимо постоянно подстегивать интерес аудитории, искать новые пути развития интеллектуального движения. Ведь одними играми больших денег не заработать. У нее сейчас есть упакованный качественный продукт, у нее он не до конца еще интегрирован в бизнес-продукт. И вот это вот путь, который, я думаю, она в ближайшее время пройдет, и уже будет со всех сторон, собственно, понятно, просчитываемо, рентабельно, потому что популярность есть, востребованность есть, костромичи деятельность любят, и, в общем, там возникают все форматы масштабирования уже и роста бизнеса. Опытные представители бизнес-сообщества предложили заняться поиском крупных партнеров, чтобы проводить интеллектуальные игры на предприятиях для сплочения коллектива. Таким образом можно раскрутить свое имя и найти серьезный источник дохода. Очень рада, что участвую в этом проекте. Очень отзывчивая жюри и действительно нацелена на то, чтобы помочь конкурсантам в развитии бизнеса. Дает очень дельные, полезные и серьезные вопросы. Вот сегодня, например, для себя уяснила некоторые нюансы, которые могут дать большой плюс в дальнейшем. И школа танцев, и интеллектуальный клуб вправе рассчитывать на поддержку региона. Гранты и субсидии могут существенно помочь в развитии проектов. Малый и средний бизнес, он важен во всех направлениях. В основном, конечно, мы ориентируемся на производственные предприятия, поддерживаем их непосредственно меры господдержки, ориентированные на создание новых рабочих мест и на повышение производительности труда. Вместе с тем мы видим потенциал в развитии такого интеллектуального бизнеса. Третий участник делового завтрака – юридическое бюро Кирсанова. Готовый, действующий бизнес-проект, который приносит владельцу стабильный доход. Успешность стартапа доказывают весомый список постоянных клиентов, а также известность далеко за пределами Костромы. Новое направление бизнеса представляет в проекте «Точка роста 2017», известное в Костроме и далеко за ее пределами, юридическое бюро Кирсанова. За четыре года практики компания заработала серьезную деловую репутацию. Пять тысяч судебных заседаний, более 90% выигранных дел. Двое из трех обратившихся за помощью к Валерию Кирсанову остаются постоянными клиентами компании. Причем это не только физические, но и юридические лица. Бюро предлагает предпринимателям и руководителям предприятий свою помощь в решении бизнес-проблем любой сложности. Каждый из юристов компании имеет как минимум 18 лет профессионального стажа и специализируется на своем направлении. Девиз «Клиент всегда прав и невиновен» – это та нравственная установка, которую когда-то объединила юристов и изо дня в день дает им право считать свою работу полезной людям. Валерий Кирсанов пришел на проект «Точка роста» прежде всего за победой, чтобы доказать себе и своим сотрудникам, что пространство для роста и совершенствования есть всегда. Кроме того, конкурс – это еще и отличный способ громко заявить о себе. Мне очень понравился он как руководитель проекта, как человек, который сделал этот бизнес практически перед началом кризиса. И этот бизнес он сделал успешно. Юридическое бюро Валерия Кирсанова – проект, принципиально отличающийся от школы танцев и игрового клуба. Комиссии предстоит нелегкая задача. Лидера среди столь разномастных стартапов определить довольно трудно. Однако критерии оценки едины для всех – актуальность, доходность, социальная направленность, перспективность и другие. Молодцы, творческие люди, очень хорошее творчество. Я всегда говорил, что не надо заниматься тем, что приносит деньги. Надо заниматься тем, чего нравится и что любишь. И потом из этого делать деньги. И это только первая тройка участников. На конкурс заявлено уже более десятка стартапов. Среди участников и новички, и уже известные в регионе компании. Сферы их деятельности различны. Фильмы о каждом участнике смотрите в нашем эфире по четвергам в 21.00. Сфера их деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова